бизнес-планирование анализ рынка стратегия проекта для большинства предпринимателей это всего лишь формальность но мало кто из молдавских бизнесменов проделывает все эти рекомендуемые специалистами процедуры а между тем это важнейшая составляющая создания и развития любого бизнес-проекта именно на такой подготовке основан гарантированный успех и лечение симптомов провала вашего бизнеса сегодня речь пойдет об анализе рынка каковы его методы инструменты для реализации и вообще кому и для чего он нужен об этом расскажет авторитетный специалист автор многочисленных исследований директор консалтинговой компании маджента дмитрий слоновский прошу целом анализ рынка это всестороннее исследование дел в той области рынка где вы работаете то есть где реализуете свою продукцию либо услуги допустим у вас замечательный товар и ваша цель реализовать его с наибольшей выгодой но как найти потребителей где их искать и как правильно провести рекламную компанию много наших клиентов которые к нам обращаются они к нам приходят с одной проблемой у нас не идут продаж у нас клиент не понимает наш продукт вот это тоже интересно цена непонятно и так далее то есть это все симптомы а именно анализ рынка анализ потребителей анализ цены анализ продукта это типа исследования которые как бы понимать то есть через эти исследования понимаем именно в чем состоит проблема исследования бывают ну разные и количественные и качественные и статистические то есть просто чтобы понять объем рынка так что я думаю что в какой-то фазе развития бизнеса разные типы анализа они обязательно актуален и другой вопрос в этом контексте всем ли компаниям нужен анализ рынка и для чего есть обязательные типы анализа именно для стартапа то есть компании которые только собираются в бой так сказать им обязательно допустим узнать объем рынка да что такой объем рынка объем рынка это равно сколько вашего или потенциально ваша продукта и как бы используется на рынке другой тип исследований который обязателен и для стартапов и уже для взрослых бизнесов это конечно же понять потребителя потому что все что мы делаем мы делаем для того чтобы продавать больше и чтобы понять потребитель опять его нужно исследовать то есть потребитель он там для вас он вокруг нас он в принципе может рассказать что ему нравится что не нравится любит он вас либо конкурентов но самое главное он вам это может рассказать почему таких опросов ну как я и говорил опрашивается около 1000 1200 потребителей по всей стране по молдове и в селах и в городах и мы их спрашиваем сколько они потребляют почему потребляют какой-то продукт кого они предпочитают как часто кто кто главный decision maker кто 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 берет на себя ответственности решения и так далее если вы все-таки решительно настроены на проведение анализа рынка и не знаете с чего начать учтите что для этого нужно пройти несколько этапов проведения анализа информация в принципе теоретически делится на первичную и вторичную первичная информация это та информация которую которую вы собираете для себя именно для вашего исследования для вашей проблеме который вы решаете проблему которую вас сейчас допустим проблема на столе бывает вторичная информация вторичная информация это та информация которая она уже существует она была собрана до вас и она где-то есть либо это статистические данные в статистике либо по интернету либо уже другие исследования которые проводились и так далее В принципе, так считается, что первичная информация более уместна, потому что она решает именно вашу проблему. Потом берете данные по импорту и экспорту. Опять же, в статистике это можно купить довольно-таки недорого, пару сотен лей, и вы можете вот так себе нарисовать объем рынка и понять, насколько большой рынок. Для того, чтобы повысить уровень продаж или качество предоставляемых услуг, совсем не обязательно проводить опрос среди потенциальных покупателей. Порой достаточно уметь работать с личной базой данных компаний. Тут важно понимать, какие инструменты важны для ваших целей. По объему рынка это данные статистики. Если узнать своего потребителя, это опрос. Опрос это может быть личный опрос, когда мы спрашиваем лично респондента, там тысячи респондентов. Опрос может быть по телефону, либо через интернет. Опрос можно сделать среди своих клиентов, кстати, потому что многие клиенты, мои клиенты, говорят, что у них огромная база данных со своими клиентами. Когда я спрашиваю, а что вы делаете с этой базой данных, они не делают практически ничего, даже не поздравляют, допустим, с днем рождения. С этой базой данных можно сделать очень много. Можно их спросить, что они думают, почему они покупают, почему покупают, почему перестали покупать. Узнать про цену, узнать их отношение, не знаю, именно к товару. Маркетинговое исследование. Многие его путают с анализом рынка. И то, и другое важно, но маркетинговое исследование – неотъемлемая часть более масштабного анализа всего рынка. Для проведения этого исследования Дмитрий рекомендует высчитывать два важных индекса вашей компании. Есть такой индикатор, который называется, индекс, который называется «brand health». Насколько здоровый наш бренд. Потому что, ну, что такое бренд? Мы все знаем, насколько он известен. Мы часто говорим, но «brand awareness». Насколько люди, потребители знают наш бренд. Не все, которые знают, допустим, его покупают. И не все, которые покупают, покупают часто, и не все, которые покупают часто, рекомендуют. называется пирамида бренда очень хороший индекс который рекомендую делать 4 раза в год который показывают сразу четыре цифры чтобы вы поняли насколько вас знают и насколько вас рекомендуют другой индекс очень интересный который показывает опять же лоялизацию лояльность вашего клиента это нпс нет промоутер скор очень простой индекс который высчитывается высчитывается по скале с одного до десяти есть детракторы есть промоутеры мы берем детракторов вы исключаем из промоутеров и у нас получается индекс опять же насколько люди довольны вашим товаром или услугой и считается что именно промоутеры будут рекомендовать дальше ваш ваш товар в любом случае для начала нужно понять какую задачу вы решаете для компании исходя из этого станет ясно какие именно исследования нужно провести наши клиенты которые делают хотят изучить рынок понять потребителя они хотят все то есть мы хотим и это вы знаете и это и это в конце концов у нас получается очень большой бюджет потому что очень обширное исследование получается очень тяжело просто сесть и понять какие данные нам нужны но это действительно надо сесть либо со специалистом по исследованиям либо вам с командой и просто понять какая у вас проблема и для себя определить какие у вас задачи если там три задачи для каждой задачи там по 3 по 5 пунктов именно понять какие-то цифры не старайтесь сразу через одно исследование покрыть все потому что ну просто невозможно время разобраться стоит ли обращаться за помощью в исследованиях рынка консалтинговым компаниям или все же рационально использовать собственные ресурсы тут все зависит от задач и масштабов вашей компании я рекомендую опросы по по удалить удовлетворенности потребителя если у вас есть база данных большие компании у которых тысячи или сотни компаний их можно в принципе проводить внутренне в компании это просто надо написать хороший скрипт создать хорошую базу данных нанять пару человек который это буду делать компания опросы которые не надо делать самому это те опросы которые допустим исследуют более такие сенсити более личные вопросы да что и мне понравилось те те вопросы которые потребитель ну вам не скажут да допустим есть в компании человек который в департаменте продаж и у него 50 компаний которые он курирует если он начнет им звонить скажи пожалуйста насколько какую ты мне оценку поставишь ну наверно наверняка все поставят большую оценку такие опросы лучше экстернализировать ну и разумеется в случае если вы решили прибегнуть к аутсорсу важно знать с какой сумма денег нужно будет распрощаться ведь услуги специалистов в этой области удовольствие не из дешевых исследование но доники дорогие я думаю по крайней мере для для нашей страны потому что ну в среднем я думаю опрос потребителя где-то тысячи респондентов чтобы их опросить там не знаю полчаса как с каждым поговорить но должен быть между пяти десяти тысяч евро есть исследование который делается опрос по телефону это может быть около трех четырех тысяч евро есть другие про исследования которые основываются на вторичной информации да то есть мы собираем информацию со статистики либо с интернета либо другие отчеты которые делали наверное дешевле около двух тысяч евро есть исследования которые стоят и 100 тысяч евро но разные бывают потому что ну все зависит от от цели потому что ну согласитесь одно намного легче сделать исследование где мы включаем потребителей воды бутилированной да потому что он практически каждый пьет воду либо сделать исследование по употреблению ну какого-то очень дорогого продукта которая стоит стоит больше 500 евро но такие потребители все равно есть то есть их надо найти их надо найти чтобы это было корректно то есть сделать правильную выборку такое то есть исходя из таких факторов а цена на исследование но возрастает для того чтобы грамотно использовать полученные данные в разработке стратегии компании прочтите полученные цифры раз 20 рекомендует дмитрий кроме того нужно следить за тем чтобы цифры не утратили своей актуальности проведите в компании бреймс торминг и планируйте свой бизнес ну по мне так очень разумное объяснение тому что анализ рынка для разработки стратегии компании да и вообще для создания любого бизнес проекта нужен обязательно ну как ни крути вы обязаны знать кто ваш потребитель и какие у него предпочтения не говоря уже конкурентах надеюсь информация пошла на пользу